Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарка. Вальдемарка хочет поздравить всех православных с Рождеством, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздничком! Желаю вам всем здоровья, счастья, удачи и благополучия ваших семей. Всего вам, ребятки, самого хорошего и доброго! У нас, конечно, уже праздники прошли, почему-то, по такой причине, на основном, две недели раньше, тоже делал поздравления. Так что, ребятки, я никого не обидел, надеюсь, поздравлял я всех. Даже, ребятки, поздравляю и тех людей, которые не православные, даже те, у кого нет никакой веры и исповедания. Просто, ребятки, всех вас поздравляю с праздником, с выходными. И чисто по-человечески, желаю вам от чистого сердца, желаю вам всем добра, позитива и всего самого хорошего. Держитесь, как сказать, семьями, да, не ругайтесь. Еще даже где-то кто-то поругался, нужно мириться, тем более в такие дни, как праздники, нужно как-то все-таки позвонить. Тем более, как в сегодняшний день есть интернет. Вообще, милое дело, ребятки, интернет – это милое дело. И вы можете с любым человеком поговорить, даже с тем, с которым вы где-то когда-то 10-15 лет назад были друзьями, потом потеряли друг друга. А в интернете сейчас можно все опять вернуть, опять можно все это найти, найти друзей в своих странах. И просто поговорить, встретиться, поговорить. Допустим, когда у нас было Рождество, вы знаете, наша дочь живет в Австрии. Но мы каждый год, у нас есть скайп, мы каждый год, именно вечером, это у нас получается уже как современная, наверное, современная семья встречает Рождество, да. Но по-другому не получается, она далеко живет, вы знаете, целые тысячи километров мне надо ехать туда. А именно как на сегодняшний день, благодаря интернету, благодаря скайпу мы можем общаться. То есть праздничный вечер, мы здесь были все, собрались, включили скайп, и по скайпу мы разговаривали. Мы посылали подарки туда, в Австрию, они нам присылали подарки, и мы открывали подарки по скайпу. То есть наша дочь видела наши эмоции, когда мы получали от нее подарки. Это очень приятно и очень удобно, ребята. Потому что без интернета так мы бы не собрались, потому что специально не поедет никто так далеко за тысячу километров. Поэтому нужно использовать правильный интернет, ребята. Нужно интернет не только для того, чтобы всякие гадости писать, но и для добра, и для семьи. Очень удобно. Мы так хорошо посидели, пошутили, посмеялись. Каждый открывал свои подарки. Было очень весело и приятно. И главное приятно, что можно напрямую общаться с дочерью. Это очень хорошая штука, однако, ребятки. Итак, ребятки, еще раз всем большое спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Большое вам огромное спасибо. Я это, конечно, ценю. Стараюсь, конечно, видео снимать почаще. Ну, как получается, да? Стараюсь почаще. И просто советую вам держаться, держаться дружнее. Дружить надо, дружить надо. Только добро, добро победить зло, ребята. Поэтому не нужно стесняться. Нужно писать комментарии. Нужно высказывать свое мнение. Потому что, как я уже сказал, зло, они дружнее. Они друг за другом держатся, потому что их мало. А так всегда. Когда в обществе определенных людей, так скажем, одного направления мышления маловато, и они держатся всегда кучкой. Потому что им деваться некуда. Понимаете вы? Так самая такая ситуация получается у нас в интернете. Добро, оно, оно есть. Но его не каждый показывает. А зло, его меньше. Но, мы его видим намного чаще. Это зло видим. Поэтому, ребятки, просто какой вам совет? Чтобы мы хотели, чтобы в нашей жизни было больше добра, было больше позитива. Не нужно стесняться, значит, нужно об этом говорить, какой ты есть человек, на самом деле. Высказывать свои мысли. Я имею в виду, писать, допустим, комментарии, не в таком виде оскорбления, а высказывать свое мнение, ребята, надо. Нужно высказать свое мнение, чтобы мы видели, что у нас много, у нас много хороших людей. И это главное в жизни. Еще раз, ребятки, я буду завершать уже, еще раз, ребятки, всем большое спасибо. Кто подписывается на мой канал, кто еще не подписался, ребятки, подписываемся прямо сейчас. Вы еще не опоздали. Еще раз, ребятки, ребятки, всех вас с праздничком. С хорошим вам еще выходного сегодня. А завтра, ребятки, всем на завод. Ну, не всем, но многим на завод. Так что, ребятки, всего вам самого хорошего. Добра вам, добра. И еще раз вам добра. Благополучия вашей семьям. Очень важно, конечно. Все. С вами был Вальдемархов. До следующей встречи. Пока.